Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Я, Маленья Бачина, здравствуйте. Закон определяет в частности Россию страной-агрессором и прописывает возвращение территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных сепаратистам, назад в Украину. Обсуждали законопроект украинские депутаты три дня. В него было внесено больше 700 поправок. И сегодня во втором и окончательном чтении большинством голосов его приняли. И сейчас на прямой связи издания Верховной Рады наш корреспондент в Киеве Юлия Дрозд. Юлия, здравствуйте. Итак, закон о реинтеграции Донбасса вызвал накануне много споров. Как в итоге сегодня проходило голосование? Здравствуйте, Маленья. 260 голосов за. Несмотря на многочисленные споры, депутаты поддержали законопроект лишь с одной правкой. Не поддержали они идею разрыва дипломатических отношений с Россией в рамках этого закона. Он, в частности, возлагает на Россию ответственность за действия на оккупированных ею территориях. Призван он обеспечить права людей, проживающих на этих территориях. Также законопроект дает более широкие полномочия президенту и службе безопасности Украины в рамках обороны. В коалиции, правящей коалиции, полагают, что закон действительно поможет вернуть Донбасс в состав Украины. Юля, скажите, а какие аргументы у противников этого закона? Чаще всего в оппозиции говорят, что закон противоречит нескольким законам, другим законам Украины, в частности, Конституции, вот в том, что касается полномочий президента. А также депутаты говорят, что война в этом законе не называется де-факто и де-юре войной. И также он теоретически открывает путь к возобновлению торговли с оккупированными территориями. Также добавлю, что закон не содержит упоминания минских договоренностей. И также отмечу, что у стен парламента сегодня было спокойно, порядок охраняет полиция и Насгвардия. Да, в первый день обсуждения этого закона там были беспорядки и даже столкновения между полицией и активистами. Спасибо, Юля. Наш корреспондент Юлия Дрост была на прямой связи из Верховной Рады Украины, которая приняла сегодня закон о реинтеграции Донбасса. Продолжение следует...